Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает Де Факта. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Чечерским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего ранее судимого жителя райцентра, который подозревается в причине нетяжкого телесного повреждения своей бывшей жене. Вчера в Гомельскую областную клиническую больницу была доставлена 43-летняя жительница Чечерска. У женщины была полностью ампутирована кисть руки. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что мужчина, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 февраля в ходе возникшего конфликта с его бывшей супругой нанес ей топором удар в область правой руки. В результате произошла ампутация кисти. Мужчина оказал женщине первую медицинскую помощь. Скорую помощь подозреваемый вызвал только утром 3 февраля. Потерпевшая госпитализирована. Ее бывший супруг задержан и водворен в изолятор временного содержания. С его участием проводятся следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Изрядно загруженный автомобиль привлек внимание милиционеров Будокошелевского райотдела недалеко от деревни Пытьковка. Грузовик остановили и, как оказалось, не зря. В машине были обнаружены 57 мешков комбинированных кормов для животных. При разрешенной грузоподъемности машины в 1650 килограммов общий вес груза составил почти 2,5 тонны. Документов на товар водитель не предоставил. Владельцем автомобиля оказался 35-летний водитель Суп Андреевка, а пассажиром 32-летний сторож склада этого же сельхозпредприятия. Перевозимый комбикорм был похищен ими со склада предприятия, расположенного в городке Широкое, с целью дальнейшей реализации. Задержанные с поличным назвали имена еще трех соучастников, а также сторожей сельхозпредприятия, при помощи которых смогли осуществить преступный замысел. Всего в результате проведенных мероприятий по разным адресам изъято 456 мешков различных кормов общим весом свыше 19 тонн, а также 135 литров окрашенного дизельного топлива и 20 литров моторного масла. По данному факту в отношении четырех работников возбуждено уголовное дело. Задержанных по обвинению в краже уже поместили в изолятор временного содержания. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Петриковском районе 31-летний водитель, двигаясь по автодороге М10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин, не справился с управлением и съехал в Кювет. После столкновения с деревом микроавтобус опрокинулся. Три пассажира были доставлены в больницу, но после оказания медицинской помощи отпущены домой. В Гомеле 56-летнюю женщину при посадке в троллейбус зажала створками двери транспортного средства. Женщина потеряла равновесие и упала под отъезжающий троллейбус. Пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. На больничной койке также оказался и бесправник, который, вопреки запрету, сел за руль, да еще на хорошем подпитии. В Гомельском районе 36-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, а также предварительно с признаками алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Кадиллак». Двигаясь по автодороге М5 «Минцгомель», отвлекся от управления автомобилем и совершил наезд на тросовое ограждение. В результате происшествия водитель с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. А в Светлогорском районе 34-летний водитель не заметил на дороге велосипедиста. После наезда виновник скрылся с места происшествия, однако в ходе разыскных мероприятий был задержан. Велосипедист сейчас находится в больнице. По всем фактам ДТП проводятся проверки. Субботним вечером спасатели Будокошелевского районного подразделения ликвидировали пожар в деревне Дербичи. По прибытию к месту вызова внутри кирпичного дома наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки спасатели обнаружили труп хозяйки. Пожар ликвидировали. Огнем повреждено имущество и стены в комнате. Причина пожара устанавливается. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.